Утро добрым бывает. В преддверии Всероссийского дня донора сегодня первоуральцы с самого утра активно сдавали кровь. Наша съемочная группа побывала на станции переливания и узнала, как там работают специалисты. На станции переливания крови праздничная атмосфера. В преддверии Всероссийского дня донора, который отмечается 20 апреля, посетителей здесь особенно ждали, и они не подвели. Кресла заняты с самого утра. Большинство доноров здесь не впервые, и это не только первоуральцы. А просто позвал друг, и мы пошли сдавать, и все как-то затянуло. Ездим из другого города, сдаем каждый месяц плазму. Главное – спасать жизнь людей и, в принципе, помогать друг другу. Я сдаю уже с 2014 года, являюсь почетным донором. Всегда было желание кому-то помочь хотя бы этим. Потому что это необходимо все равно. Сама медик знает, что это очень важно – сдавать кровь. Сдача так называемой цельной крови занимает порядка 10 минут. Плазмы – около 40 минут. После этого с полученным материалом продолжают работу специалисты. Кровь фильтруют и разделяют на компоненты. Продукция в данном случае плазма. Еще должна будет отправиться на карантин. Другие компоненты крови медики тоже проверяют на предмет безопасности. Анализы сдают и сами доноры. Практически ежедневно на станцию переливания их приходит по несколько десятков. Медики говорят, такая инициатива поощряется государством, в том числе и финансово. В нашей области есть единовременное пособие донорам, которые регулярно приходят на станцию. За год стали три максимальные дозы. Сейчас эта сумма с апреля составляет 3 тысячи. Почетные доноры получают ежегодно тоже выплату. Она чуть больше 17 тысяч составляет. Стать донором может каждый, кому позволяет состояние здоровья. И уже исполнилось 18 лет. На станции переливания крови посетителей ждут по будням с 7.30 до 11.30. Необходима предварительная запись по телефону. Екатерина Сердитых, Алексей Вербицкий и Денис Хромцов. Новости Первоуральск.